Были мы в субтропических джунглях Абхазии и наткнулись на интересное дерево. По листьям и плодам похож на грецкий орешник. В дальнейшем, как оказалось, это манчджуйский орех. И, конечно же, мы немного набрали орешков с собой. Дома, изучив его на съедобность, я решила приготовить из них сладость. Деревянистая скорлупа достаточно плотная и толстая. Ядра семени после раскалывания извлекаются с трудом. Вот так орех выглядит в разрезе. На основе ядра скорлупы и даже листьев манчжуйского ореха изготавливают различные целебные снадобья, применяемые для альтернативного лечения и профилактики многих заболеваний. В кулинарии плоды, имеющие отличный вкус, используют редко, поскольку ядра затруднительно извлечь. Однако, при должной сноровке это вполне возможно. Внутри скорлупы имеются множество полостей. Наконец-то я освободила ядра от защитной брони ореха. Получилось не очень много, но полакомиться на один раз уже приятно. У меня вышла 70-граммовая баночка с экзотическими манчжуйскими орешками. Смешала их с продуктом пчеловодства. Мед добавлять можно на любой свой вкус и цвет. Приятного аппетита!